В сегодняшнем эпизоде Равин расскажет о Царстве Божьем и о роли поста в нашей жизни. Оставайтесь с нами. Равин Шнайдер – это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Равин Шнайдер Божьих благословений и шалом вам, возлюбленная. Сегодня я в приподнятом настроении, все потому, что ко мне приехала команда служителей из Уганды. Они рассказали мне несколько историй с того Крусейда, который мы недавно проводили там. И рассказали, что одна женщина говорила о том, что она была исцелена от слепоты. Она смогла видеть, но каждый раз, когда она открывала глаза, в глаза бил яркий свет, и ей сложно было держать их открытыми. Но на сцене я послужил ей, и она понемногу открывала их все больше и больше. Мне рассказали, что сегодня, два месяца спустя, эта женщина ходит по Уганде широко открытыми глазами. Она прекрасно видит. Это такое же чудо, как те, что Иисус сделал на земле. И меня это так ободрило. Еще одно свидетельство, о котором рассказали мне братья из Уганды, всего час назад. Многие лидеры, духовные лидеры Уганды, тоже получили чудеса исцеления, вдобавок к главной цели нашей поездки. Привезти многих людей в Царство Борое. Тысячи людей приняли Иисуса. И я хочу поблагодарить тех из вас, кто поддерживает нас финансами. Благодаря вам я могу проповедовать Евангелие по всему миру. Перед тем, как перейти к теме, давайте возьмем какое-то время и помолимся Господу. Отец Небесный, мы любим Тебя и поклоняемся Тебе. Открывай наше сердце, чтобы мы могли принимать Твое Слово. И чтобы оно принесло плод во сто крат. Во имя Иисуса и во славу Иешуа добудет это совершено. Аминь. Итак, мы начинаем новую серию программ. Пожалуйста, досмотрите нас до конца. Я знаю, что когда я озвучу тему программы, некоторым сразу станет некомфортно. И они захотят удалиться. Сегодня я хочу поговорить с вами о принципах поста за Царство Божие. Я знаю, что многим из вас не нравится мысль о посте. Одни никогда не постились. Другие пытались, но не были в этом успешны. Я попытаюсь упростить эту тему для вас. Мы поговорим о том, зачем поститься. А также я хочу подвести вас к тому моменту, когда вы наедине с Господом решите, как именно вы будете применять принцип поста в вашей жизни, чтобы расти в Царстве Божием. Итак, мы начинаем сегодня. Серию, которая называется «Пост за Царство Божие». Для начала я хочу привести вам историю из моей жизни. Примерно 8 лет назад я очень сильно просил Бога о том, чтобы Он дал мне мир. Я весь год молился об этом. Отец, увеличь мой мир. Отец, дай мне мир. Мир. И снова мир. Это было главной темой всех моих молитв, которые я приносил Отцу Небесному и Господу Иисусу. Я молился о мире целый год. И однажды ночью Бог пришел ко мне своим духом. Это была самая эмоционально удовлетворительная встреча с Богом. У меня было много сверхъестественных переживаний с Господом, и Он часто показывал мне духовную сферу. Много снов, видений и сверхъестественных проявлений. Я видел много чудес, но большинство чудес, видений и снов, которые я видел, были весьма предметными. То есть я понимал, что Господь показывает мне, но при этом не чувствовал никаких эмоций. Но во время той встречи, которая произошла посреди ночи, после того, как я целый год молился о мире в сердце, я получил такое эмоциональное удовлетворение, я никогда не чувствовал ничего подобного. Ни до, ни после этого. Как это было? Это было так. Ночь. Я сплю. И вот Господь приходит ко мне в духе. Я вдруг начал чувствовать на себе волны Божьего мира. Его мир и любовь накатывали на меня, как волны, одна за другой. Его сверхъестественный дух омывал меня и погружал меня в сверхъестественный мир и покой. Не обычный мир, а сверхъестественный. Но в этом переживании был еще и визуальный эффект. Пока Дух Божий накрывал меня своим миром, я находился в лесу. Это видение, которое сопровождало все эти переживания. Лес, в котором я находился, был таким буйным и зеленым, как тропические джунгли. Зелень — это символ жизни. Господь показал, что меня повсюду окружает жизнь. Хотя небеса — это духовное место, но там есть материальные вещи. Мы читаем, что на небесах есть стены, врата, золотые улицы и так далее. Это было что-то похожее. Это было сверхъестественное переживание, но с телесными элементами. Я в лесу, пышным, зеленым. А еще лес, в котором я находился, был уединенным и тайным местом. Снаружи ничего не могло проникнуть и отвлечь меня. Я был в тайном, уединенном месте, где был только я и Господь. Что делало тот лес уединенным? Огромные валуны или скалы по всему его периметру. Они были, ну, как минимум, десятиметровыми. А по всей площади тех скал или валунов рос зеленый, сочный полющ. Надеюсь, вы представили себе это замечательное место. Тот уединенный лес, отрезанный от внешнего мира валунами, покрытыми густо растущим плющом. И пока меня накрывает мир, я в этом прекрасном лесу, я чувствую, как Дух Божий ведет меня вглубь этого леса, где я увидел простые деревянные столы для пикника. Простые деревянные столы. Стол в Писании часто символизирует обеспечение и щедрость Господа. И вот Дух Божий ведет меня вглубь леса к простым деревянным столам. Я понял, что сейчас мы будем сидеть с ним за столом, и мои переживания станут еще сильнее. Помните? Я чувствую, как мир Божий и Его любовь с сильными волнами пропитывают мою душу. Я целый год просил об этом. И пока Господь вел меня вглубь леса, чтобы я мог пережить это еще больше, во внезапном этом видении появился кусок пиццы. Она так вкусно пахла, как никогда в жизни. Она была прямо перед моим носом. И вот Дух Божий накатывает на меня, ведет меня вглубь леса, к столу, где я смогу сесть с Господом и до краев наполниться сверхъестественным миром. И в этот самый момент появляется кусок пиццы рядом с моим лицом. Представьте себе самую вкусно пахнущую пиццу и умножьте этот запах в тысячу раз. Тогда вы поймете, что почувствовал я при виде той пиццы. Это была самая вкусно пахнущая пицца в моей жизни. И как только я почувствовал этот запах, мой разум разделился, потому что внезапно во мне поднялся новый импульс. Я следовал за Духом к более глубокому миру. Но вдруг проснулась моя плоть. Из-за запаха пиццы я вдруг стал человеком с двоящимися мыслями. Как только я почувствовал запах той пиццы, проснулся мой аппетит, я захотел ее съесть. И вот, мой дух стремится к тому, чтобы провести время с Господом. А мои органы чувств, моя плоть, хотели съесть эту пиццу. Мои мысли раздвоились и устремились в разных направлениях. Мой духовный человек шел в одном направлении, а моя плоть в совершенно другом. И в своем разуме я чувствовал это разделение. Я подумал, ну что же мне делать? Что делать? Я понимал, что я могу поддаться Богу и пойти вглубь леса, или же я могу съесть эту пиццу. И во сне я подумал, «А может, можно сделать это и другое? Может, я могу съесть пиццу, а потом пойду вглубь леса?» Как только я поддался этой мысли, моя встреча с Богом тут же закончилась. Тут же, внезапно. Как только я сказал себе, «Просто укуси пиццу, а потом пойдешь в лес», присутствие Бога исчезло сразу же. И тут же я встал с кровати, опустился на колени и начал каяться перед Богом. Я сказал, «Господь, я целый год молился о мире. Ты пришел, чтобы дать мне свой мир. И я обменял его на какой-то никчемный кусок пиццы. Господь, прости меня, пожалуйста. Прости меня. Сейчас я вернусь в кровать, и я прошу тебя снова прийти ко мне во сне». Но ничего не произошло. Итак, на следующее утро я проснулся и сказал, «Господь, прости меня, пожалуйста». Господи, ну почему же так произошло? Это что, были проделки с сатаны? Это сатана пытался украсть у меня мир. Это был он? Но затем я подумал, даже если это был дьявол, то ты допустил это для какой-то цели. Я долго размышлял над этим, а потом сказал, «Господь, я не знаю, от дьявола была топиться или нет. Но ты придумал и разработал этот сон. В чем был его смысл? Помоги мне понять, почему появилась пицца, и я почувствовал, как Дух Божий сказал мне. Когда ты отказываешь себе в чем-то естественном, ну а в этом случае это была пицца, когда ты отказываешь себе в чем-то естественном, то получаешь больше сверхъестественного». И я запомнил этот принцип. Если вы отказываете себе в чем-то естественном ради Бога, то получаете больше сверхъестественных вложений в вашу душу через его дух. В результате того сна, хотя до этого я никогда не был успешен в соблюдении длительного поста, когда Господь показал мне, что происходит, и открыл мне, что если я буду отказываться от естественного, то я получу больше сверхъестественного. Так вот, я скажу вам, это так сильно вдохновило меня и придало мне сил, что я смог пойти в 43-дневный пост. Раньше я не был способен ни на что подобное. Начинал не с полного отказа от еды, а с одного приема пищи в день. Я шел все дальше и дальше, пока последние три дня я не ел совсем ни еды, ни воды, ничего. Этот принцип, который я описал и который дал мне Господь, если будете практиковать его, то получите больше сверхъестественного. Это принцип, которого, как думал Иисус, будут придерживаться все его последователи. Не нужно бояться. Мы разберем эту тему детально. Но я хочу сказать вам что-то от имени Господа. Если вы будете применять этот принцип так, как скажет вам Господь, то он будет укреплять вас своим духом, и вы войдете на новый уровень сверхъестественного. Вы должны понять, что Иисус начал свое служение с поста. Вы это слышали? Как только Иисус вышел из реки Иордан, после того, как Отец сказал ему, «Ты сын мой возлюбленный, и на тебе мое благоволение». Первое, что сделал Господь, чтобы запустить служение Иешуа на земле, он повел его в пустыню, где тот постился сорок дней и ночей. Любопытно, что Писание говорит, что Дух повел его в пустыню, то есть в пустыню его повел Дух Святой. Это он повел его. Но по истечении сорока дней он вышел из пустыни в силе Духа Святого. То есть туда повел его Дух, но после сорока дней поста и противостояния дьяволу он вышел из пустыни в силе Духа. Я считаю, что пока Иисус был в пустыне, полагаясь только на Духа Святого, который поддерживал его, пока у него не было никакой еды, и помогал ему противостоять дьяволу, это укрепило его настолько, что он вышел оттуда в силе и начал свое служение, делая чудеса, знамения и проповедуя о Царстве Божьем. Когда нам приходится тренировать свои духовные мышцы с помощью такой духовной дисциплины, как пост, наш духовный человек становится сильнее. Все, что происходит в естественном мире, это прообраз того, что происходит в мире сверхъестественном. Подумайте о мышцах. Как мы укрепляем наши мышцы? Например, бицепс. Как мы укрепляем его? Мы делаем это с помощью упражнений на сопротивление. Культуристы увеличивают свои мускулы, поднимая вес. То есть, они поддают свои мускулы сопротивлению. И так мускулы становятся сильнее. То же можно сказать и о духе. Когда мы сопротивляемся плоти и чему-то естественному, и держимся за дух, мы становимся сильнее в нашем духе. И вот почему ученики Иисуса не могли изгнать демона из мальчика. И отец мальчика привел его к Иисусу. Когда Иисус изгнал демона из мальчика, ученики спросили, а почему у нас это не получилось? И Иисус ответил, сей же род изгоняется только молитвою и постом. Видите? Он объединил пост и молитву, потому что оба этих принципа укрепляют духовного человека. Если вы кормите свою плоть, и это главная цель вашей жизни, то ваш дух будет слабым и подавленным. Если мы питаем дух и дисциплинируем свою плоть, наш духовный человек будет сильным и будет доминировать над плотью. Скажу это еще раз. Если мы поддаемся плоти и не дисциплинируем ее, наш духовный человек будет находиться под давлением плоти. Но если мы дисциплинируем нашу плоть и кормим духовного человека через упование на Бога, через молитвы, хождение в слове и противостояние похотям плоти, наш духовный человек будет становиться сильнее, и мы будем ходить в большей силе и на более высоком уровне в сверхъестественной сфере. Поэтому Библия говорит, что дух желает противного плоти, а плоть желает противного духу. Они постоянно сопротивляются друг другу. Писание говорит, если мы будем сеять в плоть, то пожнем от плоти тление, но если мы сеем в дух, то пожнем от духа жизни мир. На следующей неделе мы детальнее поговорим о принципе поста. Как же это делать? Знаю, что многие из вас боятся поста. Вы думаете, что не сможете жить без еды. Я дам вам несколько советов, которыми сможет воспользоваться любой человек. И я вам обещаю слово Божие истина. Иисус сказал, когда поститесь, не ходите с грустными лицами, чтобы все заметили, что вы поститесь. Если вы делаете это только, чтобы другие заметили, что вы поститесь, то вы уже получили свою награду. Когда поститесь, делайте это тайно. Помажьте себя елеем, чтобы вы выглядели хорошо, и Отец ваш, который видит все, вознаградит вас. То есть, тех, кто будет применять этот принцип, ждет благословения и награда. Павел по этому поводу писал так, что вся дисциплина полезна, но дисциплина Духа полезна наиболее, потому что она не только благословляет нас в этой жизни, но и дает награду для вечности. Я люблю вас, и с нетерпением жду нашей следующей встречи. А до тех пор пусть Бог благословит вас и укрепит в ваших решениях. Шалом! Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение, узнавая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельство». Я весьма радуюсь и каждый месяц с нетерпением жду ваш бюллетень. Особенно меня касаются письма от Синтии с любовью. Ее молитвы так ободряют. Синтия, спасибо вам за ваши молитвы. Я молюсь ими каждый день. Тьюздэй из Техаса. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня, и мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и вашу верность. Будьте благословенны! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тысячи лет назад, когда-то очень давно, Бог сказал Моисею и Аарону, «Произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них». Бог Отец все еще жив. И когда я буду провозглашать эти слова в вашу жизнь, Бог Отец даст вам свое имя и по-новому благословит вас. Принимайте благословение Отца в вашу жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Доблагословит вас Господь и сохранит вас. Да озарит вас Господь светом лица своего и будет милостив к вам. Да обратит Господь к вам лицо свое и додарует вам мир, как своему любимому ребенку. Шалом на вас. Многие из вас чувствуют сейчас нечто таинственное. Иисус стучится в двери вашего сердца. Он любит вас. Он хочет войти и жить в вас. Для этого вам лишь нужно сказать, Иисус, пожалуйста, прости мне мои грехи. Я верю, что ты умер на кресте за меня. Поэтому я прошу тебя, войди в мое сердце и поселись в нем навсегда. Если вы произнесли эту молитву и отдали свою жизнь Иисусу, а теперь готовы следовать за Ним, то Он изменит вашу жизнь навсегда. Если вы приняли это решение, то я прошу вас, воспользуйтесь информацией, которая сейчас на ваших экранах. Пусть Бог благословит вас. Я люблю вас. Шалом. Не пропустите следующий выпуск программы «Узнавая еврейского Иисуса», где Равин Шнайдер расскажет вам о том, как пост помогает вам получить доступ к сверхъестественному. Во имя Иисуса я приказываю слепым глазам открыться, а хромым ходить ровно. Будьте исцелены во имя Иисуса. Будьте исцелены во имя Иисуса. Пастор, это Винни. Она родилась глухонемой, но после молитвы ее уши открылись. Во имя Иисуса вы исцелены полностью. Я рад, что пришел сюда. Слава имени Иисуса. Обычно мои глаза опухшие, но сегодня Бог исцелил меня. Раньше я не могла слышать частично, но сейчас слышу прекрасно. Я беру власть над всеми демонами, над всеми колдовскими духами. Сатана, я беру власть над тобой. Во имя Господа и Иисуса Христа я связываю всех демонов. Сатана, я приказываю тебе отпустить эту женщину. Оставь ее в покое. Уходи во имя Иисуса. Если вы еще никогда не приглашали Иисуса в свое сердце, то я прямо сейчас хочу дать вам эту возможность. Это только между вами и Богом. Если вы хотите сделать это сегодня, то поднимите руку. Да, я вижу ваши руки. Посмотрите только на эти руки. Как их много. Возлюбленные, все эти исцеления, освобождения и спасения произошли благодаря финансовой поддержке наших партнеров. Если Господь касается вас, то я прошу вас поддержать наше служение. Бог использует это служение, чтобы касаться людей по всему миру. Если вы посеете в это служение, то Бог воздаст вам за каждую измененную жизнь. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните по номеру 777-7835 или отправьте СМС со словом «Равин» на номер 45377. Или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень, чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса заходите на наш сайт. Смотрите программу «Узнавая еврейского Иисуса» как хотите и где хотите. Просматривайте на Фейсбуке еженедельные послания «Равина. Семена откровения». Смотрите полные выпуски на Ютубе. Загружайте учения Равина через наше мобильное приложение. А также читайте особые письма от Синтии.